Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Здравствуйте все! Меня зовут Ведьмак. Мы с вами проходим второго Ведьмака. Давайте начнем эту серию с того, что сдадим выполненные контракты местному управителю Мерсу 600. Так, зачем Лоредо хочет убить тролля? Комендант Лоредо заботится о благе Флотзема, а тролль заботится о мосте. Это опасное чудовище. Кроме того, он не отчисляет налогов собранных податей. О, гад! Налоги не платят, поэтому решили его убить. Так, ладно, раздохлых накеров, чтобы доказать. Я знаю, что это доказывает, Ведьмак. Награда твоя! Очень рад! Контракт на нахер! Сколько получил-то, я даже не знаю, что это. Заткнись, зиквырит! Я разобрался с андриагами. Я к тебе верю. Но вот комендант... Труп пойдет за доказательства. Впомни, вот твои деньги. Труп я принес в кармане. У тебя на столе стоит почтовый ящик королевской почты. Да, помимо всего прочего, я ведаю королевской почтой. Давайте его убедим в своей джедайской силе. Я еще не хотел это использовать, но других вариантов диалога, к сожалению, нет. Можно заглянуть? Чик-чик-чик. Это не те дроиды, которые к вы ищете. Ты жмец. Приятного чтения. Прощай. Вот бы Америка. Взять все. Все взять. Просто все. А это что? Еще я, Рабанин. Это его жена. Ничего, такая симпатичная. Для своего возраста. Ахахаха. Ключ королевской почты. Рапорт Людиго Мерса. Ответ на запрос Тимирской секретной службы. В ответ на ваш запрос относительно поисков шайки, производящей Фиштех, спешу доложить, что во Флотзаме и его окрестностях мы не встречали никаких следов деятельности упомянутой организации. Не считая трактирных сплетен, город совершенно свободен от всякого вольнодумства и безнравственности, чем мы полностью обязаны энергичным действиям коменданта Лореда. Не соответствуют действительности также и слухи о разбойнике Дмитрии. Он был казнен за свои преступления, о чем я, впрочем, уже упоминал в своем последнем рапорте. Комендант рекомендует сменить заглядата, ежели тот позволяет себе подобные инсинуации. Говоря пропросту, брешет как собака. Пропросту. И тем самым компрометирует деятельность нашей секретной службы. Также господин Лореда осведомляется, будет ли ваш следующий запрос касаться пролетавшего над Флотзамом стада свиней или же, к примеру, армии эльфов, подошедших под стены города. Господа, ну что вы у права. Дохраня в боге Тимерию, Людекмерс – королевский городич. Вранье, вранье, вранье. Ну и ну. Труди. Эм. А что эльфийская девушка теперь делает? Что ты верещишь? Личинка человека. Так. Господи. Что за люди тут жил? Это мы сделали квест. Давайте посмотрим, что еще осталось. А в общем-то ничего не осталось. Надо больно такие раны. А еще, если я правильно помню, можно бухнуть с ребятами из отряда Верном на Роше. Это довольно весело должно быть. Так что давайте этим сейчас и займемся. Найти только их надо. И я не помню, где они. Они где-то тут расквартированы поблизости. Но где именно, я не помню. У меня фу... Не пропустите слева! Так, по-моему не здесь. У меня уровень. Я тебя повысил. Пробивание брони я прокачал. Противник имеет меньше шанса сбить Ведьмака Сноу. Это конечно прекрасно, но мне кажется это не поможет все равно. Потому что у меня в любом случае собираются, но если я попадусь под всякие чаржи, проще нехорошие штуки. Так, где же они тут раз квартиру? Я что там не помню? Открывайся. Да, вот здесь. Чем ты тут занимаешься? Лореда хочет избавиться от Скайтаэлей. Похоже он спит и видит как бы затащить их всех на тюремную барку. Йорвету случалось обыграть молодцов покруче господина коменданта. Например тебя. Господин комендант сговаривается с шалой. Я не стал бы сбрасывать его со счетов. Да, пойди знай, что тут делает чародейка. Можешь попросить кого-нибудь посидеть. Ты еще успеешь проявить себя. Мы не достанем убийцу Фольтеста, не вступая в бой со Скайтаэлями. Без шансов. Я отправил ребят в лес на разведку. Они едва выбрались. Да, эльфа в лесу убить сложно. Лучше расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Мои люди снова видели убийцу короля. Он знает, что мы здесь, но даже не пытается бежать. Как будто ждет чего-то. Значит теперь наш ход. Вы что-то отмечаете? Большую победу! Интересно. Мы уделали этого вию Паттиса или как его там? Фэн отрубил ему башку и представил к заднице. Вы вели себя как скоты. А что, поиграть нельзя? Это же деревянная кукла. Давайте лучше сыграем по-нашему. Точно, в ножички. Сыграешь со мной? Я не уверен, что я выиграю, потому что довольно странно работает эта система. А где окорок? Даже не вижу его. Это что ли? Да вы охерели. Я не увидел даже этот окорок, на самом деле. Вот они, скоты. Надругались над статуей Виопатиса. На вилы их. Думаешь, что говоришь, смерть? В чем дело? Такое дело. Мы тут турнир затеяли. Метали ножи в нашего Виопатиса. Солдатня надругалась над богом нашим. Это не солдатня, а синие полоски. Знаешь, что это значит? Синие, зеленые. Один хер. Сучьи дети вы. Ублюдки. Все как один. Вот это ты зря. Что ты сказал? А, я... Ты сказал то, что думаешь. И это правильно. Так и надо. Пиво этому отважному человеку. Выпей за мое здоровье. За здоровье ублюдка Вернана Роше. Вернан. Говеная посуда в этом вашем флотзаме. Недостойная героя. Но у меня есть мыслишка. Жри с пола свое пиво. Ублюдок угощает. Геральт, сделай что-нибудь. Постараюсь. Вернан. Оставь его, не нужно. Ты не понимаешь. Сегодня вам повезло, собаки паршивые. Убирайтесь отсюда. Пойду подышу. Он очень не любит вспоминания своей матери. Не люблю садистов. Понимаешь, у Вернана не было отца. И что? Он рос в нищете. Чтобы не умереть с голоду, его мать стала потаскухой. И иначе как ублюдком его не называли. Он очень плохо переносит это слово. Пойдем выпьем. Идем. Помните, как мы ждали подкрепления в пещере? Еще бы не помнить. С голодухи торф жрали. Вот это были времена. Так выпьем же запитательный торф. И правда, выпьем запитательный торф. Как у меня чай кончился. Вот обида. Надо было заварить. Как насчет небольшого состязания? Кто победит Геральта на руках, получит бочку пива. А если победит Геральт? Тогда я отдам тебе свой меч. Старый. Ни одну башку снес. Сейчас таких не куют. По рукам. У меня в горле пересохло. Налейте там кто-нибудь. По-моему, мне уже хватит. Я раз побился об заклад с лейтенантом, что оттрахаю четырех эльфов за раз. А он тебе сказал, что скорее мы верхом на шлюхах море переплывем. А я б смог. Ты-то сможешь. Да кто ж тебе даст. Ну что, начнем? Посмотрим, сумеет ли тринадцатый совладать с Ведьмаком. Тринадцатый. Это отсылок тринадцатый из... Доктора Хауса, я так понимаю. Изи вообще. Ну, ребята, теперь фен против Ведьмака. Ну, Геральт, награда твоя. Пусть тебе служит. Все, наигрался. Я не стал перегревать это состязание немножечко. Не получилось, так не получилось. Честно. Прямо как после битвы под Герем. Мы Герго... 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 Ох, и нажрались мы тогда. Все поле битвы заблевали. Верхом на шлюхах и в рай. Объединка не пьет, я смотрю. Вот, наклюкались. Сколько живу, а такого не видал. А вот это нормально. Чего не видел? Такого зрелища. То есть? Ежели не помните, тем лучше для вас. Я бы лучше вспомнил. За несколько аренов я, может, что и скажу. Слушай, я ведьмак, и меня здорово мутит. Да, татуировка на шею, смотрите. Да ладно. Сходи в бордель к мамке. Она все расскажет. Ой-ой-ой. Такое довольно забавное задание. Вещей у нас нет. Стоим в одних панталонах. Где мы вообще находимся? В порту. Прекрасно. Вот это вы вообще не вовремя. Чуваки. У меня оружия вообще нет. Наверное. Нет уже? Интересно, а с ногой их победить при помощи одного знака? А ему пофигу еще. Пш! Пш! Ха-ха-ха! Ау! Блин, а что Герард не кувыркается? Хотелось бы мне узнать. Гори! Берр, мотэфакер! Ха-ха-ха-ха-ха! А Саарда, интересно, сколько будет в гамах. Малава там. Лучше сжечь. Герхард! Ядрить его в попень. Это нам Лореда мстит за кулачные бои. Но у них искусственный интеллект, как у столбу. Поэтому, я думаю, мы победим. Даже без оружия. Поехал. Гори, вода! Так, он что-то смутился. Не-не, ты не подходи. Давай будем. Дышало его золото. Отличное имя. Давай не будем. Давай не надо. Ой, мимо. Интересно, а мои фликсиры у меня? Ему норм. Ну, стоит и говорит, ой, что-то солнышко печет. Жарко-то как. На. Страдай. Да, е-мое. Не надо. Не подходи. Я мог бы их, конечно, обойти. Взять оружие, а потом вернуться сюда и убить. Но так же веселее. Ой. Данеты. Геральт, выйди, пожалуйста, из боя. Он не хочет. Не ходите с боя. Все. Кусок дерева и дротла. Ну, что-то не густо. Могли бы что-нибудь с них дропнуть интересного. Так. С бардель маман поговорить, а? Мотон. Так. Блин. Почему карту этого помещения не показывают? Слышала про новую пузу? Слышала про новую пузу? Увы-вы-вы-вы. Нет. Не туда? Ммм. Не туда. Ох, иди ты. Утром просыпаешься, а ты девственница. Ха-ха. Ты че спишь? Утром на дворе. Привет. Чем могу тебя порадовать, кавалер? Кажется, ты лучше всех знаешь, что тут вчера творилось. Лучше не спрашивай. Рассказывай. Ничего не бывает даром. В бардель, тем более. Тогда в другой раз. Ну да... Блин. Тогда я тебя ограблю. Заметки Гарвины. Что за заметки? Эта чародейка мне здорово не нравится. Все магически задирают нос, и каждая что-нибудь замышляет. Но это уж точно плетет на какие-то заговоры. Видно, ей деньги не нужны. Она хочет строить людей друг с другом, будто играет ими. Может, она догадывается, что я шпиорин. Если правда, что чародейки умеют читать мысли, то мне надо поберечься. Если станет известно, что у меня дела со скайта Элеме, лучше повеситься, чем страдать в казематах. Ларед, у меня дела со скайта Элеме. Ай-яй-яй-яй. Привет. Чем... А, давайте... Ничего. Заплатим. Сколько тебе надо? На 37. Ладно, говори. Вы пришли сюда в пятером. Лучше сказать, приползли на карачках. И я полз. А как же. Один из этих синих заказал пятерых девочек. Я дала самых лучших, потому что вы хорошо платили. И что дальше? Тут началось самое интересное. Вместо того, чтобы трахаться, как полагается, вы сели верхом на моих девочек и велели везти вас в порт. Быть такого не может. А ты взял девку в мультире. Вот это нормально. Тут была. Была, была. Пробовала вас удержать. Да где там. Позор-то какой. Ужас. Но это смешно. Который из них в кольте? А, может тот, который велел его дядюшку? Пойдем говорить с Биянкой. Лучше бы нам, конечно, действительно не знать, что там произошло. Кошки бегают. Что? Я разговаривал с мадам. Это все правда? Я пыталась вас успокоить, но вы уперлись, что верхом на шлюхах переплывете реку. Ничего не вышло, но вы пытались. Несколько часов. И что потом? Ты заявил, что решил стать солдатом синих полосок, и тебе нужна татуировка. Хорош какой. Какая еще татуировка? Как у нас. Ну, мы и сделали. Вот дерьмо. Где мои вещи? Ты их раскидал тут и везде. Я все сложила в сундуку окна. Спасибо, Биянка. Неплохо повеселились, я считаю. Так, все взяли. И где мои вещички? Да, дерьмовенький меч. Ну, что поделать? Так, я вроде все наделал. Трофеи, трофеи. Все про трофеи забываю прочитать, что они дают. А они что-то дают? Так почему-то на них не написано это. Грабеж! Все, носишься! Все, ношусь. Давайте еще поговорим с Бенкой. Как ты оказалась в синих полосках? А что? В отряд, которые охотятся на нелюдей, случайно не попадают. Думаю, мне стоит послушать твою историю. И почему я должна ее тебе рассказать? Мне показалось, что под маской равнодушия кроется маленькая чувствительная девочка. Это не так. Иначе меня бы здесь не было. Я выросла в деревушке, где люди боялись только двух вещей. Не сожжет ли солнце посевов и не придут ли с Каэтаэли. Однажды появился большой отряд. Они сожгли деревню и вырезали всех. Я приглянулась их командиру и меня оставили. Они таскали меня за собой много месяцев. Я знала, когда им наскучат, они меня убьют. И тогда появился Вернан. И взял тебя на службу. Он научил меня всему, что я знаю. И в какой-то момент я поняла, что мое место с синими полосками. Я солдат, потому что я хорошо знаю свое ремесло. Ты никогда не мечтала о другой жизни? Чижик, стрелок наш, пробовал как-то землю пахать. Только руки у него к такой работе не приспособлены. Зато он всадит мне между глаз арбалетный болт с 80 шагов. Да? Со ста. Пыталась готовить, шить, улыбалась, словно кукла, разнося пиво в корчме. Но все это не мое. Естненько. Хорошо тут, а? Мне такие места больше по сердцу, чем дворцы и замки. Здесь выживает сильнейший. И здесь всегда знаешь, чего ожидать. Да, мне здесь нравится. Твоя ненависть к Скайтаэлям, это что-то вроде мести? Ты совсем меня не знаешь, Геральт. Люди, нелюди, не имеет значения. Нас отправили сражаться со Скайтаэлями, и мы выполняем задания. Это обычные лесные бандиты. Если среди них есть люди, я буду убивать их точно так же. Человек, которого мы ищем, намного опаснее Скайтаэля. Не сомневаюсь. Если уж он обошел Геральта из Ривии. Это было не первое покушение на Фольтеста. Одного такого я уже убил. Их может быть больше. Если кто-то и испугается, то точно не я. Надо сказать, Фольтест после покушения не особо обезопасился. Шарился во время штурма на стенах среди первых рядов. Ну и в принципе мог бы нанять себе больше защиты. Нет, персом. Как таран. В общем-то и доигрался. Так. Ну что. У нас не осталось хвестов, которые мы можем выполнять помимо основного. Вот. Займемся Кейраном. И это будет, должен признать, довольно серьезный бой. Потому что там еще такие дурацкие кутерерки. В последовательности. Что может быть вообще плохо. Ладно. Пойдем договариваться с Шалой. Как успехи? Дидар Баля. Не ожидал встретить тебя у Лореда. А я наоборот была уверена, что ты там появишься. Комендант болезненно ревнив ко всему, что касается его маленькой фактуры. Поэтому рано или поздно каждый попадает к нему на ковер. И чего он от тебя хотел? Это мое дело. Тебе этого знать незачем. Мы не команда, Геральт. Мы просто убьем Кейрана и все. Понятно. Сейчас, секундочку. Надеюсь. Хочу кое-что проверить. Можно ли попросить золото наследить за ними? Я что такое в голове отложилась? Машки, я и не прав. Я и добрый. Если не прав, пойдем убивать Кейрана. Так. У меня есть просьба. Ты можешь свести татуировку? У тебя есть татуировка? Где? Ты не видишь? Какая? Покажи. Голая женщина или девиз всей жизни? Не надо надо мной издеваться. Не я же сделала тебе татуировку. Есть одно зелье. Думаю, оно поможет. Мне понадобится зеленая плесень, лепестки белого мирта и волчьего алоэ. Тогда я пойду за травами. Только не говори ничего Лютику. И кончай смеяться. Не могу. Я не знаю, стоит ли я сводить, не стоит. Габрила. Отличное имя. Бывай, решай. Ничего нового. Ничего нового. Наги Зухом. Сельдан. Я поговорил с комендантом. Похоже, нелюдям во флот зами ничего хорошего не светит. Этот сучонок только и ждет предлога. Любая провокация со стороны Йорвета и Лореда устроит резню. С чего ты взял? Сам слышал. Лореда как-то ночью шатался в порту. Разговаривал сам с собой. Пьяный как тролль. И смердела от него не лучше. Говорил, мол, новые порядки, мир для людей, все такое. Смеялся. Орал что-то в сторону тюремной барки. Эта гнида точно что-то замышляет. Йорвет это вроде как чует. И старается коменданта не провоцировать. Только у его с Каэтеллей может быть другое мнение. И нервы послабее. Грустно, печально. Ладно. Что ладно. А у меня есть ингредиенты, интересно? Для. По-моему, здесь нет соответствующих ингредиентов. Единственное, что их можно купить у травника. Или оставить эту игру на память. Не, она глупо выглядит. И... Где у нас травник? я забыл уже стоите и не закрыл лавочку а люди из-за тебя ко всякой дряни привыкают никто никого не принуждают покупать благовония интересно чтобы ты сказал если бы твой ребенок начал это нюхать убирайся отсюда нюхать токсиком она проклятая япона мать приветствую чем ты мать твою торгуешь давай если вещи помнил что она там требовала получила такое так я не запомнил где это может быть уйдет пес с ним короче потом как-нибудь пойдем убивать кира время теряем как уж пошли у меня есть все что отлич ты готов мне кажется или ты накрасилась у всех свои ритуалы мне очень жаль но кейроны не различают цветов закроем эту тему геральт пора вытаскивать чудовище из воды у тебя есть какой-то козырь в руках блин я забыл надо же было скрафтить ловушку для кирана раз уж мы собрали линию компоненты так для этого нам надо в принципе любой крафт смен может надо сделать необязательно идти к седрику геростом ближайший я правильно иду вроде как так чем могу под ушка не так и знал что не хватит серебряной руды блин надеюсь как тёма тебя есть серебряная руда замечательно что-то еще есть ножики мечи дочерникам прочитаешься как тёма крепкий ведьмач и меч а внецом великолепно и я насколько помню надо поставить сюда это ловушка на кернах в принципе она не очень нужна я это первый раз проходил игру я и без нее прошел единственно что она делает это сразу уничтожает его щупальца но там больше проблема того что ты и ставишь на пусть будут как из поехали ты готов мне кажется у тебя есть у меня всегда припрятан туз не дай себя сожрать и скоро мы станем героями иди вниз еще подожди дай вы хлебаю всякая трава напьемся очень по полной сейчас мне будет немножко крыть от интоксикации от ничего так можно в принципе нанести и вы не масло еще отменить начальниками давайте забодяжим травление течение шанс убийства до удара плит вести на херосе на удару на ну похоже больше ничего особо не применишь ну что ж грязная работа как обычно остается нам а чародейка естественно будет в безопасности там что-то у себя отколдовать за что и не любит надеюсь вам плохо не станет до дали пульсации размытия из-за интоксикации ох все и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Д Rubel Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неплохая битва, Геральт. Ты как? Со мной все в порядке. Я потратила много сил. И если бы мне пришлось тебе помогать... Меня учили обрабатывать раны. Одна чародейка. Чего мне бояться? Ну да. Ты, как любой ведьмак, изображаешь из себя скалу. Я и представить не мог, что он будет такой огромный. Трис угадала. Эта мутация вызвана магией. Но за работу я возьму только лучшие части. Ах, нехорошо столько всего оставлять. Это расточительство. Тогда до встречи. Не забудь награды. Не беспокойся о расточительстве. Ну, как-то так. Босс уровня, так сказать. Не самый, в общем-то, сложный. Но, тем не менее. Самый простой. Глаза Керна. А можно из них что-нибудь скрабцать, интересно? Так, ну в этом гнилье мы, наверное, медитировать для получения урона не будем. Поэтому пойдем. Пойдем. В Афлодзен. Получать нашу награду. Ну, на этом я, собственно, с вами попрощаюсь. Не вас не утомлять. Возвращение в город. Увидимся уже в следующей серии. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. Подкомментируйте. Оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok